Всем привет! Итак, значит, решил сделать финальную, завершающую часть обзора на Jeep Grand Cherokee VK2 Рестайлинг. Сегодня будет самый, так сказать, разборный видос. Я буду просто все детали, все детали этой машины рассматривать, на которые я обращал внимание до приобретения его и уже после. Все впечатления, все, вот вообще, практически каждый элемент у автомобиля. Вот, не просто там, о, как кузов мне нравится, не нравится, или салон. Нет, мы сейчас пройдемся по каждому элементу, после чего станет понятно, насколько хорош этот автомобиль за свои деньги и, ну, что бы в нем хотелось бы переделать. Значит, начинаем. Что это зеркало? Очень хорошее, крупные зеркала у него, напомню. Ну, в принципе, практически у всех америкосов так вообще отлично. У них все всегда видно замечательно. Они не очень узкие и при этом не гигантские с другой стороны лопухи, как в Рейме, например, в том же самом. То есть такая хорошая золотая середина. Grand вообще в этом плане очень хорош, он как золотая середина. Но он и не такой, например, мелкий, как кроссовер среднестатистический, который, например, на бездорожье слабее, чем джип. Но в то же время не какой-то гигантский бегемот, типа Nissan Patrol или Рэма. Ну, я имею в виду по габаритам, очень удобная машина. Ну, и вот, значит, прошлись по зеркалам. Вот здесь у нас вот такая вот, видите, колоночка. Форма колонки, блин, классно встроили. Мне очень нравится, как они это сделали. Очень хорошо это выглядит, то есть аккуратно. На нее еще иногда это такую хромовую окантовочку делают, и она еще лучше смотрится. Дверные рукоятки. Произведение искусства, я считаю, а Chrysler Jeep, в общем-то, очень круто они их сделали, очень хорошо. Раньше было гораздо страшнее. Блин, она такая-то массивная, кажется. И под хром, блин, блестяшка. Вот именно из-за этих рукояток очень хотелось вот именно такие двери в автомобиле всегда мне видеть. Честно говоря, на прежних машинах я очень сильно обращал внимание на то, как качественно дверные рукоятки выглядят. Здесь это просто отлично. То есть вот вообще придраться не могу. Очень хорошо сделано. То есть лучше я бы даже, наверное, и представить не мог. Просто замечательно сделано. Красота. Красота. Тут же идет вот эта вот полоса вставки, значит. Вставка не какой-то глянец там этот несчастный, блин, страшный, а полноценная такая хорошая. Ну, имитация, понятно, под деревяшку, под темную, но она просто офигенная. Мне очень нравится, как это в салоне выглядит. Во-первых, оно на себя пыль не собирает, как вот этот долбаный рояльный лак. Сама вот эта хрома часть, окантовочка, полоса. Ну, очень красиво дверь выглядит со стороны. То есть вот для Америкоса это вообще просто очень круто. Очень крутой уровень, я бы так сказал, отделки. Вот это все мягкое здесь. Вот это вот все. Вот куда я здесь, вот как руку не положил локоть, все очень мягкое, приятное на ощупь. Никакого гремучего, бесячего пластика. Даже, смотрите, вот я стучу по двери, вот так вот. Звук такой вот именно не звонкий, такой пустой, а глухой звук хороший. Здесь вообще мягко, как будто на диване сидишь. Просто великолепно. Клавиши, значит, все вот эти кнопки. Кнопки управления зеркалами, поворот зеркал. Ну, привод самих зеркал сделан, я бы так сказал, ну, на четверочку с минусом максимум. То есть они на самом деле достаточно шумные, открываются-закрываются. Не очень здорово сделано. Ну, управление само по себе логично. Вот это left-right подсвечивается, видите, нажимаешь. То есть даже тут они вот сделали подсветку на этих кнопках, очень удобно. Сам джойстик практически не люфтит. Здесь кнопки нажимаются сами по себе очень красиво, очень приятно. Но звук слышите, да, какой? Шумно, шумно, конечно, открывается. Вот у меня Kia Optima была, потому что вроде Kia, но там гораздо тише оно как-то приятнее было. То есть это, конечно, на мой взгляд, косячок. Вот эти клавиши, ну, тоже по сравнению с многими современными уже машинами, там от 16-го, от 17-го года не хватает. Им немного, на мой взгляд, тоже вставочек таких серебристых или матовых под, по краям, по краям. То есть просто такие куски пластика, ну, нажимаются, нажимаются, в принципе, приятно. Они такие грубые достаточно, но выглядят при этом, видите, не бросаются сильно в глаза. Нормально, средняя, я бы так сказал, на среднюю оценку тяну. Вот, ну и начинаем дальше. Ах, как душно сегодня. Дверь, на мой взгляд, конечно, практически произведение искусства для этого автомобиля. За эти деньги, на вторичке, то, что можно джип взять, это одни из лучших дверных карт, вообще, вот, которые я смог найти, по сравнению с другими машинами, которые у меня были. Вот эта вот строчка, смотрите, как сделано, качественно, блин. Вот этой машине 6 лет, вообще, как новая. Просто нигде, никакие там нитки неполезные, ничего не раскрепалось. Просто идеально, очень хорошо. Память водительского сидения. Первое, второе положение S. Ну, простоватенько, конечно, сделано. Вообще, расположение, в общем-то, нормально, оно не мешает и не отвлекает никак. Ну, в принципе, можно было бы вот здесь где-то разместить, например, красиво как-то сюда вот блок строить, как на многих седанах и бизнес-классе, и представительском классе делать. Ну, америкосы почему-то продолжают вот так вот до сих пор это размещать. Видимо, просто, чтобы оно не мешало, не отвлекало внимания никак от основных органов управления. Нормально, работает хорошо, то есть, у меня нареканий нет. У меня всегда выставлено два положения. Первое, это там такое полурасслабленное, когда хочется развлечься, например, в кресле. Второе, когда такое более напряженное, более собранное для более активных поездок. Кармашки вполне себе добротные. Ну, это просто вырез, то есть, тут нету никаких излишеств, никаких дизайнерских. Просто такой сделали вырез, и там помещается обычно тряпку какую-нибудь кладу. Бутылку с водой можно закинуть. Нормально, в общем. К этому тут вообще, оно мне как-то внимание не отвлекает, не могу ничего как-то негативного сказать. Нету, например, как у меня на Грандере было, что здесь откидная полка такая понизу. Тут вот можно было, например, что-то мелкое ты кладешь, а если что-то более крупное тебе надо засунуть, немножко полочка туда так вниз двигается, это еще удобнее. Ну, здесь и без этого хорошо. Динамик. Форма динамика офигенная просто, посмотрите. Она такими сотами сделана, типа технологически. Сейчас очень много где и в игровой, и в киноиндустрии. Вот такой дизайн решетки используется, например, всякий там фантастический фильм. Посмотрите, очень часто вот такая ячейка соты, оно что-то технологичное обозначает. Здесь очень здорово сделано. Но опять же, видите, по контуру никакой окантовки нету, никакого, как бы этого хрома, типа лишнего пластика светлого. Оно строго выглядит. Возможно, они правильно сделали, что всю дверную карту вот такую однотонную темную ставили, и пустили лишь хром вот здесь вот сверху по вот этой вот линии, где рукоятка. Это, наверное, правильное решение, скорее всего. Я так думаю. Неспроста они это сделали. Сзади все то же самое. Сзади точно такая же дверь. Единственное, что здесь, да, одна клавиша, понятно. Вниз, вверх, тоже очень хороший выключатель сделан. Ну и, наверное, последний элемент по дверям, если как бы смотреть, то, что я глядел. Ну, это замок. Вот, эта фигуречка утапливается, кстати, приятно. Во многих машинах уже от этого и ушли. То есть, в принципе, здесь такого нет, замки скрытые. А эту штуку, видите, типа, если что, можно вручную поднял, открыл дверь, как резервную. Ну, небольшой люк, честно говоря, есть. То есть здесь, ну, это дурацкая мелочь деталь, но, как я и обещал, я буду цепляться ко всему, рассматривать все максимально подробно. Поэтому вот эти штучки, нет, они меня радуют, знаете, они очень красивые, вот если посмотреть. Здесь они прям такие блестяшки, такие красивые, хромовая, вообще красота. Очень неплохо они выглядят, но при этом люк небольшой есть. Ну, это естественно, потому что здесь механизм такой, он не жесткий. Вот. Дальше, значит, переходим, смотрим в салон. Идем по проемам. По проемам все ровно, ничего здесь не торчит. Видите, вот посмотрите, как вот здесь вот это сделано даже. Вот накладка резиновая, блин. Оно просто вот, я еще раз, как бы повторяю, машина не новая, ее уже 6 лет, уже скоро практически 7 ей будет. И вот здесь все, посмотрите, как сохранилось. Ничего не крутилось, не отвинчивалось, не ломалось. Но при этом просто, ну вот если все это помыть, я, естественно, там не намывал, не чистывал. А вот это завод, металл. Металл очень добротный в проемах, варках во всем. То есть и двери сами очень хорошие. Вот поэтому и шумоизоляция хорошая. И они тяжелые. То есть они нелегкие, там что-то там пальцем открыл. Дальше, значит, внизу пороги вот эти джип-накладки. Слушайте, на мой взгляд, очень клево сделали. Тоже вот нравятся. Не вот эти широкие дешманские китайские поделки, которые покупают, в самой бюджетной версии ставят. Потому что их там нет, по умолчанию, с завода. Они вот так вот, типа, полностью вот здесь вот эту линию порога перекрывают. Блин, очки уронил. Ну, бывает. И выглядит, конечно, это, ну, очень дешманские, очень просто. И во многие современные машины... Вот посмотрите, в Рено Аркана какой-нибудь, как сделаны сзади накладки порога. Там просто такие нелепые, такие пластинки смешные сделаны. Блин, не знаю, убожество, на мой взгляд. А тачка-то больше ляма. А здесь прям, посмотрите, вот это... Ну, я не могу сказать, что вот именно вот это произведение искусства. Но оно вкупе сочетание с этим цветом. Вот это оно прям кузово темно-синего такой. Он какой-то серо-синий, я бы даже сказал, с таким оттенком. Блин, посмотрите, как это смотрится. Он уже не новый, да, немножко подзатерся, понятно. Но, блин, когда он новый с салона, это просто шедевр. Ее все время в чистоте хочется держать. Чтобы он всегда чистый, блестящий был. Это просто офигенно. Здесь очень приятно это все сделано. Уютно. То есть нигде обшивка, блин, не отходит. Здесь вот эти все стыки, все очень ровное. Вот тут даже, если посмотреть, 6 лет тачке, в каком состоянии вот эта вся... Внутренняя отделка, внутренняя обивка вокруг педального узла. Ну, понятно, сами педали затираются со временем. Но здесь все очень аккуратно сделано. Рычаг. Не знаю, поднятие капота получается. Ну, так себе, на самом деле. Можно было как-то поаккуратнее сделать. Что-то мне кажется, что вот здесь вот они как раз промахнулись. Понятно, что этим очень редко пользуешься. Это такая сервисная фигня больше. Но все равно, посмотрите, вот. Ну, как-то, считаю, по-дешмански для такой машины. Новая, которая стоит там практически по 4 миллиона. Но, блин, можно было как-то здесь вот, блядь, вот этот вот проемчик просто как вырезан. Но здесь, если придираться, да, не очень сделано. Соответственно, вот, например, а вот кнопка бензобака открыть вообще класс. Просто такая аккуратная, с окантовочкой. Красота, очень хорошо. Вот этот блок, он выполнен аккуратно в целом. Но блок управления светом, но учитывая, что его вообще не трогаешь, в общем-то, я не знаю, очень редко, наверное, мало кто из владельцев им пользуется. То есть, один раз в режим авто вот так выставил, и все. То есть, я не понимаю, зачем ему тут столько места. Вот такой прям квадратный такой блок отвели под него площадку. Честно говоря, мне кажется, это даже лишнее. Ну, да ладно. В целом меня не напрягает, но я бы, честно говоря, убрал бы. И вообще, управление светом повесил бы на руль. Насколько здесь и так всего лишь одна рукоятка управления всеми этими делами оставлена. А справа ничего нет. Справа полностью убрали. Я считаю, блок управления светом можно было бы повесить на руль. Но это ладно. У воздуховода просто превосходно выглядит. Очень красиво сделано. Вот это все мягкое, удобное, без люфтов, без села. Колесо вот это вот открыть-закрыть на заслонку. Оно вращается очень приятно. Вот эта прорезиненная поверхность, не пластиковая. Просто шикардос. Тут не могу вообще придраться к этому. Как вот сама вот эта окантовочка приборной панели сделана. Блин, мне очень нравится. Очень красивая. Стрелки, как я уже прежде говорил, достаточно игрушечные. Вся вот эта панель приборов. Ну, не знаю, стиль такой они выбрали под джип. Ничего страшного. Руль, повторюсь, не очень мне нравится. Сама форма руля. Бублик очень такой здоровый, толстый, широкий. Мне не очень нравится. Можно было получше запилить. Сама форма вот эта вот, он типа улыбающийся такой. У SRT гораздо лучше. То есть, а вот в этих обычных рядовых версиях джипа, ну, конечно, как-то не очень. Кстати, клавиши, на мой взгляд, великоваты. Слишком они такие квадратные, такие рубленые, блин. Ну, вот это можно было посимпатичнее, конечно, сделать. Подрулевые лепестки. Ну, традиционно сложный экспорт. Здесь классные. Такие ровные, аккуратные, сильно не торчат над рулевым колесом. Переключается, кстати, очень мягко. Если в ручном режиме ехать, скорость щелкает, очень мягко, хорошо. Приятно переключается. Джип-значок, да, и гленка клевая просто. Очень хорошо так в целом смотрится. Ну, напомню, мне форма руля сама не очень нравится. Клавиши вот эти вот все нажимаются. Ну, достаточно нормально. Но, опять же, блин, тут до премиума все равно велико. С Мерседесом, например, если сравнить, то, конечно, здесь он во всем проиграет. Причем за Мерседесом за сравнимые деньги. Если кроссовер какой-то выбирать, не самый классный, не самый крутой. Он, джип, в этом плане немножко проигрывает по отделке, посему. Здесь воздуховоды точно такие же. Такие же качественные, как и крайне все. Вообще, само расположение клевое, очень логично. Такая чебурашка получается, такой традиционный по приборной панели. Но очень красиво выглядит. Мне нравится. Кнопка очень приятная, очень здорово. Они утопили вот эту панель под деревяшечку. То есть она в глаза не бросается, ее еще под свет сделали вставки вот этой. И очень гармонично, очень классно она размещена. Не как вот у Киева у меня, была просто такая. На шлепку такую серебристую сделали. Она торчит, болтается, блин, люфтит. На нее нажимаешь, даже как неприятно. Такая дешманская кусочек пластика круглая. А здесь кнопка так сделана, вообще как будто из дерева, блин, ее вырезали. Прямо такое ощущение, очень приятно. Как будто из деревяшки, полноценную такую вырезали, вставили туда. Блядь, просто офигенно. Все очень круто сделано. Вообще не придраться тут. Вот этот весь блок, тоже все эти колеса прорезиненные, все ручки, все очень классно. Там поворачивается, крутится. Но единственное, что вот это, конечно, вот это дешман. То есть тут они вообще умудрились. Они вроде вот такие красивые с окантовочкой хромовой рукоятки разместили, которыми приятно и удобно пользоваться. А вот это все вокруг, они, ну, выглядят они очень хорошо издалека. Но нажимаются, честно говоря, ну, как-то, блин, не знаю, немножко дешево, они все-таки здесь все равно этот блок сделаны. А они везде такой ставят. И в эти, и в Jeep, и в Ram, и даже самые эти пикапы, и в Durango Dodge. И, в принципе, у них все. Это Dodge, Chrysler, Jeep. У них вот это вот, блин, очень все похоже. Практически одно и то же сделано. Еще очень понравился черный вообще салон, черный потолок. Все темное. Не белое, как обычно там в машинах, а именно вот такое вот решение. Не, классно смотрится так строго. И при всем при этом, ну, не мрачно, нифига не дает оно. Нормально у нас абсолютно выглядит. Тут все традиционно. Фонарики, лампочки загораются. Просто даже без... Когда у тебя машина не заведена, все как надо. Подсветка есть. Это обязательно должно быть всегда. Причем, причем эта тема в обоих козырьках. Сейчас у некоторых машинах есть так, что даже, блин, зеркало не в каждом есть. Ты, блин, покупаешь на автомобиле, причем уже занимает некие деньги. А у тебя на водительском все есть, а на пассажирском не то, что подсветки, зеркало даже нет. Даже вообще как. Вот бывает такое. Вот эти вот плафоны. Ну, плафоны немножко, на мой взгляд, можно было поинтереснее сделать. Сам блок тоже кайфовый. Опять же, хром не забыли, но они такие здоровенные. Вот, посмотрите, вот, конечно, вот этот люфт. То есть он вот так вот ходит, блин, не знаю. Можно было их как-то, мне кажется, поменьше сделать. Круглыми какие-нибудь или еще чем-то. Ну, есть в некоторых машинах, значительно симпатичнее сделал. Вот, здесь как-то немножко по-дешмански. Это так же, как кнопки вот и центральные. Очень круто, что они добавили сюда кнопку открывания багажника. Вот эти плафоны, да, понятно, но как-то они, честно, сами по себе такие, ну, очень простенькие. Ну, хотя, блин, в некоторых мерикосах даже, которые там эскалейт какой-нибудь там взять еще, там еще страшнее все это выглядит. Это Америка, они не заморачиваются. Да, бокс для очков вообще нормальный. Смотрите, как открывается хорошо. Берешь, нажимаешь, зыканый, естественно, подпружиненный. И тоже черный внутри. Я ненавижу, когда белые боксы в машинах были. Они там вечно такие желтые, такие уже затертые со временем все. Даже на новых машинах там пластик такой противного, цвета нехорошего. А здесь прям круто, все черное сделано. Это, конечно, плюс для машины. Очень такой немаловажный. Здесь, значит, самое приятное, то, что под рукой здесь находится. Реально красиво все оформлено. Вот так вот, если смотреть, вообще ничего лишнего. Очень хорошо эту шайбу поместили. Причем еще раз, что меня очень радует, что оно не глянцевое, такое черное, божеское пластик, где все бы было в пыли, в грязи все время, в соплях там каких-то. Оно все здесь вот аккуратное, матовое, черное. То есть даже не надо постоянно тряпкой там протирать каждый день. Не знаю, там я раз в месяц протираю, и нормально оно все в чистоте. Сохраняется, очень правильно. И цвет вот самой вот этой вот панели тоже матовое все. Блин, как приятно было вот здесь есть после Optima сраной, блин, с ее этой. Там все, вот этот черный глянцевый пластик, ну не считай там GT Line версии, но все равно, ну вот сразу видно различие в подходе америкосов и корейцев. Просто день и ночь как это все выглядит. Подстаканники широкие, удобные. Сюда и бутылки, и стаканы самые разнообразные влезают. Вот это все упоры, они реально, они очень приятно подпружиненные. Видно, что не дешман. Вот это вот резиновое как бы это дно, накладка там внизу. То есть все сделано максимально удобно и практично. Ну и джойстик. Джойстик вообще самая крутая часть этой машины. Мне больше не нравится. Лучше этого джойстика, блядь, я в этой тачке по оформлению вообще ничего не знаю. Я именно из-за этого джойстика джипа выбрал. Потому что были еще варианты там по другим кроссоверам и джипам смотреть. Ну блин, я вот когда первый раз увидел, даже на картинке, как у них вот эта рукоятка АКПП сделана, джипа. И она же причем точно такая же в доджах, тех же модельных годов. Очень круто. То есть ну просто я к нему не то что придраться не могу. Он идеальной формы, блин. Он идеально выглядит. И вот здесь как раз сочетание вот этого немножко стекла такого, как будто, знаете, ну это черный глянец тоже. Но он под стекло такое типа сделан. Здесь все эти буковки подсвечиваются в темноте. Кнопка вот эта, блин, просто как шлифованный алюминий такой выглядит. Это вообще шикарно. Это самая крутая тема в этой тачке. Лучшего элемента оформления просто в этой машине нет. Это просто произведение искусства. Подлокотник очень удобный, широкий, массивный. Очень хороший. Здесь вот это все. Блин, отделка, обивка прочная, хорошая. Открываем. Первый верхний осет. Здесь все сделано, как надо. Ну, понятно, что внутри все пластиковое, ясно, там, не обшито бриллиантами. Но сам механизм, вот, хороший, особый, видите, вот, кстати, даже особого люфта нет. То есть он очень хорошо открывается, ходит. Здесь, значит, что в самом подлокотнике, во-первых, он глубокий, мне это нравится, он очень хорошо в этом плане сделан. И плюс вот это, конечно, классная штука. Оставлено специально, видите, место в прорезь для проводов. Например, два провода для двух разных телефонов зарядка подведет. То есть взял сразу два провода, вот так вывел, ничего нигде не перегибается. Сюда вот их вывел, закрыл. Это, конечно, реально удобно. Все. Их, кстати, странно, во-первых, я их не вижу, то есть они мне не мешают так вот эстетически. И здесь они выходят, когда провода не подключены, просто вот сюда вот так вот опускаю. Ну, все. Здесь, соответственно, когда телефоны есть, можешь бы сразу два. Ну, все. Ну, реально удобно. Вот даже вроде такая мелочь, казалось бы, несущественная, но она продумана. И хорошо, что оно есть. Хуже было, если бы этого не было. Согласитесь. Лучше, когда вот это все есть. Бля, рукоятка просто, бля, секс. Я вообще, честно говоря, даже не представляю, что мне, когда я все-таки уже окончательно захочу машину менять, блин, что мне брать, какой автомобиль, чтобы там была такая же рукоятка, такой же селектора КПП или хотя бы очень похожий. Таких автомобилей очень мало, к сожалению. А, да, и чуть, конечно же, не забыл про наш замечательный отсек обязательно. Вот. Бардачок. Бардачок. Сама форма мне тоже нравится, как он здесь вмонтирован. То есть нет такого, знаете, ощущения, что это простая дешманская крышка. То есть он реально просто, как такая правильная составляющая торпеда, откидывающаяся. Вот. И классно. То есть никак глаз не режет. Ну, по глубине, по вместимости, я бы сказал, средний. Есть машина, у которой он гораздо более глубокий, вместительный. Здесь особо много не помещается. Две-три бутылки воды, всякая мелочевка. И сверху еще есть вот подсвечиваемая полочка. Туда там, под документы, подмайнул, что-то такое. Вот. Я и не пользуюсь. А так, в принципе, сам бардачок зачетный. Вот. Опять же, обратите внимание, никакого тут пластика нет обычного такого вот этого царапающегося. Опять же, вот эта обивочка приятная, мягкая здесь есть. То есть у него что-то кидаешь, оно не гремит, не катается, не дребезжит, не царапается и не царапает сам бардачок. Вот. Вот. Ну, правильно, блин. Вот что значит правильный подход к автомобилю, к его строению. Оп. Закрывается легко и просто. Красота, одним словом. Что еще сказать? Парушку, естественно. Потому что фары, например, очень узкие. Они сделали вот эти сами блоки фонарей. Что, конечно, пошло на пользу внешности общей джипа. Он стал более агрессивный. Выглядит классно, да. Ничего не могу сказать. И вместе вот с этими вот сотыми решетками. Очень такой агрессивный вид у него, очень хороший. Это все зачетно, да. Но вот сама форма фонарей, вот эта особенно сбоку, как-то вот спереди, если на нее смотришь, вот этот вот край, блин, на мой взгляд, как-то немножко вот он выпирает вот сюда, да, немножко закосячили. Честно говоря, вот оптика у предыдущего VK2 до 13-го года, которая мне нравилась больше. У него, ну, у него и такие более выраженные фонари были. Этот, конечно, они немножко, ну, в погоне вот за этой агрессией, всеобщей тенденцией, когда сейчас заужение такой оптики идет, все узкоглазые машины сейчас делают. Просто это такое... Ну, всем, видимо, надоели эти огромные блоки фар полморды и стали теперь максимально маленькие, аккуратные фонари делать. Ну, как-то, не знаю, вот здесь, честно говоря, можно было как-то поинтереснее, мне кажется, его делать. А вот сейчас вот последняя, которая рестайлинг, последние поколения уже с 17-го года, там так ничего и не изменилось. Как фары были, так и остались. И здесь зачем-то они вот эти все соты, вот эти прорези, они почему-то сделали, типа, хромы отсюда убрали уже, сделали просто таким матовым серым оформлением, непонятно. Тут вроде бы хром не светет, кстати, вот машине 6 лет уже, то есть у него таких проблем, как с предыдущим поколением, по хрому нет. Вот здесь нет никаких рыжиков, еще что-то решеточка дополнительная вставлена, защитная, туда понятно, чтобы на радиатор ничего не летело. Потому что, конечно, да, изначально вот эти прорези, но это косяк, блядь, я считаю. Вообще, как бы, по-хорошему должны сразу защитные решетки в такие автомобили ставить, не как до опции. Потому что, представляете, какие широкие вот здесь эти ноздри, и сквозь них все летит туда, попадает на радиаторы. Блядь, оттечь радиаторов у Чаракезы, это, кстати, явление достаточно частое. У меня и на додже такая фигня была, что к 100 тысячам там уже бывает, что все, соты выбивает. Но, на мой взгляд, в первую очередь это зависит как раз от защиты радиаторов, от всего, что извне прилетает морду. Здесь, снизу, видите, то же самое. Снизу тоже защитная решеточка была установлена. Блядь, вот эта хромовая окантовка, конечно, класс. Очень красиво он вот так с морды, снизу особенно смотрится. Вот эти крюки буксировочные вставлены с двух сторон. Не, вот это, конечно, мощно. Это сразу говорит о том, какая машина перед тобой. Джип. Это джип. Не какой-то там кроссовер, просто паркетник городской. Это полноценный джип, реально. С крюками, с нормальным, с хорошим клиренсом, с мощными широкими колесами. И при этом у него внешность настолько, как бы, ну, благородная, я бы сказал, как универсальная, что на нем и в грязь можно поехать, и куда-нибудь в нормальное место цивилизованное покатить. И ничего на тебя криво не будет смотреть, что на каком-то говномесе там приехал. Хрен знает откуда-то. Поэтому тут, конечно, зачет. Шильдик джип фирменный, блин. Очень классно сделан. Мне нравится. Буквы такие прям основательные, добротные. Очень хорошо это выглядит все. В целом дизайн морды вообще зачетный. Очень хорошо. Вот, кстати, по езду по внешности машина тоже выбирает. Мне очень в целом нравится. Вот если бы фары как-то, может быть, чуть-чуть интереснее они передние оформили, было бы вообще идеально. Но и так, морда хищная, агрессивная. И самое главное, на ней никаких лишних элементов нет. Посмотрите, нет никаких гигантских этих, блядь, решеток на всю морду, вот как бы снизу доверху от бампера, блин, до этого. То есть он очень гармонично, очень аккуратно смотрится. И самое главное, сохраняется дух первых джипов. Вот как он был изначально, вот эта вот морда-решетка, все равно они традиционно следуют, то есть они полностью не меняют. Это, на самом деле, очень важно для марки, для статуса, для престижа модели. То есть джип меняется, эволюционирует, но при этом остается самим собой. То есть он не превращается в какой-то обмылок там, и в угоду маркетинга он каких-то там этим решениям идиотским. То есть, конечно, мощная машина, очень хорошая. Ну, вот эти лампочки, единственное, что да, тетки. Блин, ну это, конечно, забавно смотрится. То есть вот этот сам отсек очень классный. Опять же, они сюда хрома не пожалели вставки. Вот это все очень плавно, ровно, аккуратно сделано. Ну, сами лампочки, конечно, смешные. Можно было еще это как-то покрасивше сделать. Не знаю, мне они вообще не посчитают. Сами отсеки клевые, лампочки, бля, не зашло. О, сама форма кузова. Дальше идем. Зеркала, повторюсь, стороны крупные, хорошие. Такие массивные, я даже сказал, с повторителями поворотов. Здесь, кстати, вот что мне нравится, на крыльях ничего нет у него. У него нет повторителей поворотников на крыльях. Просто ровная, хорошая поверхность. Не люблю, когда сюда что-то лепит. Ну, это удел таких больше все-таки седанов. Это бизнес-класс, представительский класс сейчас помещают. На джипе все правильно, поскольку он может и в грязь еще куда-то заезжать. Все это должно размещаться вот здесь. Ну, форма немножко дешманская. Такое ребрение, видите, она ребристая немножко такая форма этого поворотника. Честно говоря, как-то можно было побрутальнее, посерьезнее сделать. Ну, в принципе, и так хорошо. Везде хром-молдинг идет. Очень хорошо, очень симпатично он выглядит. Даже без тонировки задней области кузова выглядело бы это все очень замечательно. Блин, красивый кузов, не знаю, ничего не могу сказать. Вот честно, не могу себе сейчас альтернативу пока найти этой машине. И мне не нужно больше, чтобы она была какая-то огромная, типа Escalade, Taha. Но и меньше тоже не хочется. Вот, например, мне предлагали Jeep Cherokee или Jeep Renegade. Но не то, блин. А вот это прямо то, что надо, блин. Золотая середина машина. Посмотрите, как форма задних фонарей, как аккуратно все сделано. Причем даже без сильной глухой тонировки фонарей задних. Очень красиво выглядит. То есть, жопа просто... Вот в таком, кстати, ракурсе, вот сейчас, как я держу, мне напоминают эти вот Jaguar и последние кроссоверы. Там, F-Pace еще как-то. У него такая чуть-чуть приподнятая, как бы, от земли, от линии, крышки багажника, фары вверх. Но там узкие, там прям совсем узкие фонари. А здесь и на них смотришь, и их можно, как бы, ну, посчитать похожими. Из-за того, что, вы видите, они разделены на верхнюю и нижнюю часть. То есть, вот это низ тоже. Блин, как они классно вот это вот с этими вставками серебристыми сделали. Ну, опять же, хрома дофига вроде бы убрали широкие вот эти полосы, как на предыдущем поколении были. Но все равно хрома вот этих вот элементов дофига по самой машине. Но здесь нету с ними перебора. То есть, они там, где нужно. С ними все правильно сделали, а решение абсолютно верное. Отсюда с задней этой части крышки багажника убрали. Лишний хром. Оставили только, соответственно, эмблемку Jeep. Тоже буквы такие, посмотрите, могучие такие, прям мощные, выпуклые. Красота, на солнце сверкает. Блин, в хорошую погоду эта машина вообще прекрасно выглядит. Причем прикольно, он и в грязи клево смотрится, когда весь измазан там, что-то все. Такой грязный такой же, брутальный. И в то же время, когда он просто даже не наполирован, а просто помыт, не грязный, не пыльный. В городе просто шикарно смотрится. То есть, тут, ну честно, не могу вообще прикопаться в дизайн. Но если, я говорю, по внутреннему элементу у меня там есть определенные вопросы и пожелания к этой машине, то снаружи, блин, ну это, конечно, не эталон, не буду так говорить. У каждого эталон свой образец. Но, слушайте, тачка настолько сбалансированная, правильная. Единственное, что могу сказать, вот если сбоку на нее смотреть, мне не очень нравились, и даже сейчас продолжает нравиться ее, вот эти вот рубленые, практически квадратные арки. Понятно, что это фишка джипа. И у ВиДжея, вот у меня был поколение 2000 года, арки тоже были такие же, такой же формы, но они были без вот этого пластика, без пластиковых вот этих вот накладок. С пластиковыми накладками, я считаю, все-таки он попсовее стал выглядеть. В принципе, они как-то, ну, не очень смотрятся. То есть, вот если сравнить, например, с Туарегом, да, тем же самым, которые, ну, вот, если выбирать, там машина, плюс-минус все время, там говорят, вот я бы взял Чаракеза или Туарега. Вот у Туарега в этом плане, например, колеса на арке мне даже больше нравится, чем у джипа. У джипа, конечно, вот этот квадратная такая, блин, рубленая арка с круглым катком, причем-то еще двадцатые колеса, на них он хорошо смотрится. Ну, спорное решение, честно. До сих пор не могу сказать, что мне прямо это очень нравится. Но, с другой стороны, что это, зачем это сделано? Оно индивидуальность машины придает, как во многих других элементах джипа. Он очень интересно выглядит, и второй такой тачки на дороге вы просто не встретите, вот именно с такими, прямо вот такими же линиями. И в том числе колес на арке тоже сразу выделяют с потока. Это хорошо. Но, чисто мне, чисто субъективно, не лучше. Дверные рукоятки, то, чем каждый день пользуемся, за что хватаемся, что беремся, вот это, я считаю, можно было скрыть, блин. Вот как-то сюда накладку сделать, заглушку какую-то специальную, ну, блин. Даже для 2013-2014 года машина, блин, причем такого класса, это немножко, ну, как-то, не знаю, странно, по-дешмански. Мне кажется, такое надо было убирать, вообще закрывать дверной замок. Учитывая, что все сигнализациями, саммобилайзерами, там, бесключевой доступ. Ну, нафига, вот это все надо. И вот это, опять же, вот эта фигулька. То есть на нее, типа, надо нажимать, реально. То есть ее надо прожимать, он открылся, закрылся. И мне это, честно говоря, не очень нравится. На новых машинах, а особенно на марсах, например, конечно, там круче сделано. У тебя просто как сенсор, ты руку поднес, я уж молчу про линжеровера. Руку просто подносишь, так вот, рап, и все, он открывается. Здесь, конечно, по-дешмански, по-старому это сделали. Так что дверные рукоятки, такое, спорное. Они, конечно, очень удобные, такие массивные, тяжелые, но... Но радует, что они такие не разбалтывающиеся, да, совершенно прочные, надежные. Это, конечно, да, сразу видно, джик мощный. Вот задняя мне больше нравится форма. Задняя рукоятка, прямо вот видим, да, здесь нет вот этого. Ни кнопки вот этой дурацкой нету, ни здесь вот нету. Вот сразу как ручка смотрится круче, насколько она ровнее. Она, причем, и не выделяется на двери, но смотрится очень хорошо, очень здорово. Я бы сюда бы еще хромовые вставки бы добавил. На некоторых версиях там так и есть. Ну и кто-то так колхозно приклеивает, я видел. А так, в принципе, да, они сливаются с кузовом, особо на себя внимание не отвлекают. И это даже, в общем-то, и неплохо, я считаю. Нормально, выглядит просто огонь. И, разумеется, надпись Grand Cherokee на дверях очень в тему эти буквки. Так, значит, задний ряд. Точно так же везде эти классные ворсовые коврики я постелил. Вот эти сеточки. Мне это гораздо больше нравится, чем привычные стандартные кармашки. Там эти кожаные классно сделаны. Ну и вот подлокотник. Слушайте, подлокотник по-настоящему красивый, могучий и очень качественно сделан. Вот это все очень такое мягкое, основательное. Ничего не скрипит, не люфтит, не болтается нигде. Места на заднем, кстати, ряду на втором вполне достаточно. То есть здесь и среднего, и высокого роста людям вполне себе комфортно. То есть этот джип, конечно, по сравнению с теми предыдущими, которые были, он становится с каждым разом, с каждым поколением все больше и больше. Вот сейчас звук, звук двери захлопывающийся. Вот, вот это звук. То есть никакого дребезжания, вот этого, знаете, когда легкие, то есть фольги двери закрываешь, тут все четко, основательно. Вот спереди, ну понятно, что ты совсем отодвинуться вперед, столько места, вот смотрите. Вот спереди можно как сесть, можно вообще просто откинуться практически в полный рост. Если максимально, ну не максимально, но в принципе почти до упора отодвинуться в переднее сидение, при этом там спереди еще можно нормально сидеть. Получается место, вот блин, вообще вагон, вот столько, очень прилично. Конечно, не представительский класс, но, блин, тут и ростом у человека, среднего роста особенно вообще легко. И ноги вытянуть можно, и все. И спинки задние наклоняются, регулируются. Вот, ну и, собственно, вот, ну подлокотнику тоже, вот этот блок. Очень здорово оформлен, здесь нет никаких электронных регулировок, вот этих там табло, каких-то экранов, как в некоторых автомобилях можно встретить. Ну, здесь вот подогревы сиденик, в общем-то такие эти, ну фактически, в два положения. USB порты и две штуки, и вот, кстати, точно такие же симпатичные вот эти заслонки, как на переднем ряду, практически все то же самое. То есть очень даже красиво все это выглядит. Шабака, ты согласна со мной? Шабака, согласна со мной. Так, у меня ботинки, блин, спрятаны на всякий случай, второй комплект под сидением, да. Не знаю, что еще сказать. Кожа, ну кожа сидений, блин, вот. Вот второй ряд, машине 6 лет. Вот, вот какое качество. То есть все, все как новое, ничего нигде не затерто, ничего нигде не замято. Состояние просто вообще отличное, то есть не портится. Вот, вот как должна быть кожа, какой, как в американских автомобилях. Все очень добротно сделано. Места, ну, третьего ряда нет, понятно. Поэтому у Чаракеза, в принципе, у него очень пропорциональный кузов снаружи. Он такой не удлиненный, как автобус, как Дюранга, например. А именно, как такой хороший пропорциональный джип. При этом он больше среднестатического кроссовера любого. То есть места внутри очень дофига, очень прилично. И вот как вот это все оформлено, блин, обожаю вообще. Колоночки тоже вот эти вот сзади. Сейчас немножко посветлее сделаю. Вот эти вот колоночки встроены сзади, вот так аккуратно, плавненько. Вот спереди, соответственно. Вот, и здесь шторка. Шторка багажника. Шторка багажника отличная штука. Раньше не понимал, для чего она, но теперь всегда закрываю все это пространство. Пользуюсь. Очень удобно. Здесь даже вот эти рукоятки, смотрите, вот наверху, на втором ряду, как сделано. Все на ней подсвечиваемый тоже тут сделал. Лампочка, плафон. И вот здесь они, кстати, смотрите, какие они плавные. Вот берешь, ты скажешь так, она плавная, так без всяких стуков, скрежет и без всего поднимается. Блин, красота просто. Амеры вообще молодцы. Но нету такого еще ни в китайцах, ни даже в корейцах. Причем даже сейчас, если берешь корейца нафаршированного, с очень крутой комплектацией, он не будет все равно такой основательный. Он по-прежнему будет и игрушечный оставаться. Я пробовал. Не понравилось. И не хочется переходить ни на какую там, ни на Kia Sorento, ни на Sorento Prime. То есть после Jeep это, конечно, совершенно не то. Черная крыша. Темная, да, темная. Но, кстати, это круто. То есть на ней она меньше пачкается, во-первых, чем белая, светлая. И, ну, не знаю, как-то хорошо, да, совершенно строго выглядит. Классное решение. Мне, на самом деле, понравилось. Автомобиль при этом не кажется мрачным, потому что он не тесный. В салоне прилично, достаточно места. И поэтому тесным этот автомобиль не назвать. В общем, на втором ряду ездить очень комфортно. Я катался пару раз в качестве пассажира, мне очень понравилось. Он очень мягкий, при этом очень комфортный. И места полно. В четвером и даже в пятером спокойно в Churakese можно ездить. То есть тут вообще проблем с пространством никогда не в один нет. Вот видите состояние кожи. Вот здесь вот это как будто замятость, да, такая сделана, потертость. Но я, на самом деле, это и в новых машинах наблюдал. По-моему, у них так изначально эти кресла синенькие сделаны, задние спинки. Спинки с наклоном очень удобные. В некоторых машинах вот сзади садишься, блин, ты как вертикально сидишь, неудобно, некомфортно, спина затекает. Здесь все-таки наклон регулируется. И плюс еще, например, даже средний подлокотник задний, вот он. Тут ли подстаканчик, подстаканчики, все тут есть. Вот, и можно руки облокотить. То есть все на месте, вот все. Вот здесь еще. Вот еще, пожалуй, наверное, в качестве замечания. Еще эти ключи, что-то же все нафигу. Вот стоящее замечание, мог бы сказать про вот эту крышечку, нюанс. Значит, внутри все аккуратно, понятно, здесь просто, вон, в заводской пленке до сих пор там эти разъемы, подкарты. Ну, вот туда флешку, очень удобно, воткнул все, ты ее здесь нигде не видишь. Не как раньше, я помню, в старых машинах, там, вот никого вставляешь, здесь флешка, тяплая, натыканная, это, конечно, смешно было. А сейчас все это аккуратно убрано, а также розеточка. Но крышка сама, вот нажимаю, подпружиненная, открывается приятно. Да, вроде. И когда в закрытом состоянии, она клево, но, например, в открытом состоянии вообще не смотрится. Вот то, что она вот здесь вот так выпирает, это, конечно, ну, не знаю, не хочется абсолютно с открытой крышкой ездить. Сразу же как-то нарушается общий вид плавно. То есть она выбирает плюс, закрывается она с не очень приятным звуком. Вот если открывается, вот я нажал, вот этот шум накрылся, подпружиненная, все красиво, хорошо. И то, как-то, на самом деле, если уж говорить там про высокий уровень салона, то обычно все-таки делают, что она медленнее. Здесь она прям, она тут пружинена, она быстро открывается. В автомобиле типа Lexus, там обычно все сделано так, что ты нажал, а она так плавно кольет. Тут немножко недоработано. Ну, я говорю, вот в открытом состоянии некрасиво, не нравится мне так, поэтому она всегда закрыта. Засунул туда флешку, если там музыку, но я еще еще все закрыл. Вот тогда вот, блин, вот эта панель просто, на мой взгляд, пока что идеальна. То есть лучше я пока для себя не нашел, не вижу. Нет, ничего более гармоничного, более интересного. Ну, на мой взгляд. Кому-то Toyota нравится, конечно, кому-то Hyundai, Hyundai. Я Hyundai до этого там рассматривал, потому что, как вариант, предлагали мне эти Santa Fe. Ну, что-то как-то после джипа в Santa Fe сесть теперь вообще очень тяжело. Мне не представляется, возможно, вряд ли я перейду на такой автомобиль. После джипа очень мало, вероятно, так вот. Что классно в любом Америкосе и в любой этой тачке, что можно расслабленно всегда ехать. Не важно, там, в поворот ты заходишь на скорости, едешь или медленно. Ты можешь расслабленно сидеть, тебе ничего не напрягается. Вот в нем есть чувство уверенности, устойчивости. Монолитная тачка. Хотя, казалось бы, вроде как они типа попсовее внешне становятся, чем раньше, там они когда были такие. Ну, а еще в отличие от многих других рамных внедорожников, да нифига, на самом деле. То, как он на дороге себя ведет, он реально очень устойчивый, очень управляемый. Для машины такого форм-фактора. Писота. Ну, вот единственное, что вот это обрамление мне не очень нравится. Могу сказать, еще и обрамление такое дурацкое, это вот вокруг вот эта рамка. Блин, вот эту рамку, конечно, можно было как-то, мне кажется, без нее более красиво сделать. Барбас, ходить в водичку, чапкать, блин, мешает мне снимать, охренел. Ну, и вот. Ну, а дальше еще здесь вот вообще просто все прекрасно сделано. Ну, стрелки игручные, да, ничего не могу сказать. Стрелки, конечно, такие вот эти оранжевые, такие немножко они как бы это, ну, не знаю, немного. Раньше было более строго оформлено с красными стрелками. Сейчас немножко уже не так. Но все равно красивая, интересная приборная панель практически уже виртуальная, можно сказать, почти что. Продолжение следует... Продолжение следует...